Всем привет, я Дмитрий Раевский. Сегодня у нас вечером прямой эфир, посвященный отношениям с несравненной, блистательной Анной Александровной Раевской. Сейчас Анечка присоединится, но пока что давайте добавляйтесь, будет дико интересно. Вот я написал, что мы начали. Все, поехали. И будет дико интересно. Я правда сам не знаю, о чем, потому что каждый раз то, что у нас есть, это какие-то экспромты, но всегда экспромты блистательные. Думаю, что вам понравится. Пока что я расскажу, где я. Я сейчас в Москве, мы здесь открыли свою клинику психосоматики. Называется Здравоанница Раевского в районе Царицыно. И у нас толпы пациентов, что очень, очень приятно. В больших количествах. В основном онкология. Ну, также аутоиммунные разные заболевания, детские. И моя команда прям всех спасает. Уже прям у людей хорошие подвижки. Но скоро я поеду в Турцию. Турция ждет своего героя. Буду продолжать всех спасать. Я приеду по народу тоже. Ну, там есть много людей. О, Анна Александровна. Привет. Привет, любовь моя. Ты как там вообще без меня? Выживаю. Выживаю. Я точно без тебя еле-еле выживаю, потому что что-то уже как-то подустал. Срочно. В субботу все. Увидимся, объединився. Да. Как-то, знаешь, такая нагрузочка. То, что должно быть на команду, я такое ощущение, что сама тянует. Ну, это да. Это нужно учиться постоянно, чтобы команда все-таки работала. Ну, я сегодня после обеда так устал, так устал, что-то как-то сейчас загрузился. Команда работает, что-то делает. Потом на меня ребенок залез на шею, мы с ней гуляли. Было их высочество, а я сиялся. Высочество село на сиясть. Я сияла, а оно было сверху. Короче, на шее сидело. Да, ну, просто, знаешь, команда это как бы одно, но когда ты, когда Карина, чувствуется такая сила, общая сила. Теданы, когда сражаются плечом к плечу, это все по-другому, да? Да. Сейчас я вот чувствую, что, знаешь, прям вот твоего сердца рядом не хватает, знаешь, что у меня как-то нагрузка. Знаешь, вместо одной штанги две штанги. Две штанги, да, это тяжело, согласен. Ну, ничего, когда-нибудь не изгоним. Зато мышцы качаются. Мышцы вошли. Ну, точно. Ну, да, у тебя там задачка, конечно, с этим Айдаром, с этой Светланой. Так, два тяжелых субъекта. Три, ну, там еще есть. А третий кто? Валентина. А, Валентина, да, у нее сейчас по полу росту идет. Да, тоже, абсолютно. Подержись до субботы. В субботу был банем автопровергом по бездорожью. Приеду и быстренько все решу. Помнишь, был этот прикол такой, картинка, там, фотография Шойгу, когда он еще был министр в совершенной ситуации, да? Котенка-тоставатель. Да, 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 сбоку. Если вы такой хороший хозяин, что у вас котенок упал в мусоропровод, не надо бегать вокруг мусоропровода, кричать, барсик, сука, держись. Держаться там не за что. Да, не надо пытаться крюком его оттуда заставить, потому что паркнутый с дыркой в вакуку, и котенок не будет вам лучшим другом. Надо просто в дрожающую руку взять телефон, не дрожающий, набрать 911, все мне объяснить, я приеду, разверну котенка-доставалку и все сделаю за минуту. Потому что мы с Карилкой приедем, развернем котенка-доставалку, он быстренько все сделает. Я думаю, что проблем не возникнет. Жарка набита. Такие чудеса творим. Вообще. Это прямо ему удивительно, то, что происходит. У нас есть мужик такой, Андрей. У него метастазы во всех костях. Он приехал к нам полечиться 10 дней. Вот из них уже 8 прошло. На третий день мы запустили распад. На пятый день у него прошли все боли. На шестой поднялась температура. И сейчас он прямо чувствует, что тело вообще по-другому. И сознание, мышление вообще по-другому. То есть он столкнулся с причиной своего заболевания. Очистил душу от этого. Чувствует себя другим человеком. Прошла еще только неделя. Ничего себе. При этом уже все боли ушли у него полностью. Прям. Потому что было он вообще. У нас еще и девочка этот ангелочек, который котенок. Розовый котенок. У нее же острый лейкоз. И в принципе, врачи уже признали, что ей поздно вообще любая терапия. То есть, ну, просто, ну, просто, ну, будем давать поддерживающие химию, пока не говорят. Мы за нее взялись. Тоже работаем где-то чуть больше недели. У нее распад в полный рост сейчас идет. И печень там напрягается. И ребра там выкручивает. И позвонки. И прям. Ну, прям вот, картина распада четко идет по анализам тоже. Такая красота. То есть, мы прям убиваем сейчас ее лейкоз. Прямо каждый день мощно. И прям так радостно зайти наблюдать. Ирина Делина, девочка, которая, понимаешь, рак всей центральной нервной системы. От копчика до макушки. Тоже уже заканчивается рак. То есть, видно уже, что такая картина, что у ребенка уже неврология уходит полностью. Ну, все. Прямо шикарно. Прямо распад, желтая зная. Комусь, все тоже позади. Все, у нас уже все плюс-минус позади. Так радостно наблюдать. Мальчик-казах прижал с раком мозга. Вылечился тоже. Родители целали, счастливые были. Они сейчас были у тебя в Москве, да? Да, они заехали попрощаться. Там почистили, проверили, посмотрели. Все чисто. Клиническая картина здорового ребенка. Потому что, когда приезжал, у него была вообще слезная нервология. Падал постоянно, плакал. Не останавливался спать. Дикие головные боли были. Умолшение, сильное головокружение, слабые ноги. Сейчас ничего это нет. Бегает по лестнице, здоровый, малашный телек. Развит. Даже сверхразвит, мне кажется. Ну, то есть, признаков рака мозга у него вообще нет. Месяц назад делали МРТ. Уже тогда опухоль уменьшилась половина. Я думаю, сейчас нет. Но девочка Кристина, которая у вас тоже. С рака мозга тоже уже выздоравливает. Головные боли, головокружение. Все это прошло. Нервология вся ушла. Отеки ушли. Ну, то есть, мы делаем чудеса. И гордимся этим, по большому счету. Бывает, что болезнь тяжелая. Прямо прямая. Ну, значит. Причем ключевое станет, мы сдвинем ее. Ну, вот меня поразило... Сегодня что... Да. Меня поразило вот то видео, которое выслала мама Данила. Да, со СМА-1. СМА-1, да. Что он просто берет и двигает вот так вот рукой. Да, хотя такая, что он вообще не делился, был как тряпочка. Головой крутит, ногами уже крутит в разные стороны. Да, и сейчас это видео выставили в наш канал, который результаты здравницы Дмитрия Раевского. Он в Телеграме открытый, можете найти попозже результаты здравницы. И там это видео сегодня выставили, можете посмотреть. А кто хочет стать волшебником, как мы, мы на это обучаем, кстати говоря, и стажируем. Стажируем совершенно бесплатно. То можно зайти на обучение, пройти месяц обучения за денежку небольшую. А потом, после этого, те, кто нам понравились, кого мы выберем, мы приглашаем на стажировку, чтобы обучать вас в любом мастерству. И когда мы вас приглашаем к себе, то пропитание, проживание мы полностью все оплачиваем. Мы загружаем вас с пациентами, чтобы вы прям стажировались, пробовали, смотрели, как это рукам мастера, что делать. В общем, вот полная программа. Также психосинтез тоже, чтобы мы учились прямо вживую, вместе с нами, причем причем. Сейчас на октябрь уже 31 человек приезжает к нам в Турцию по стажировку. Ну и кроме того, в октябре будет еще в стажировку в Питере и в Москве. Десятка, тридцать, четыре людей. Ну и посмотрим дальше. Количество мест ограничено. То есть мы не будем лично такое предложение давать. То есть нам миллионы людей обучают бесплатно. Это просто сейчас пожар. Поэтому учим. Прочеки, это так. Тема сегодняшняя у нас. Что такое токсичные отношения и как они влияют на здоровье. С примерами, с описанием. Мы что-то насмотрелись уже добра. Да, Анюта? Ой. И продолжаем каждый день разгребать это все. И мне хочется очень, чтобы люди знали, что такое психогигиена, что такое токсичное отношение, как это влияет на здоровье пагубно. И подумали бы о том, как все-таки свои отношения сделать не токсичными. Вот это очень важная тема сегодняшней закреплю опасность. Потому что люди могут раздражаться, орать друг друга, ругаться, драться. И не понимают, какая вообще идет за этим, за всем вышлеев. Какая опасность. Давай рассказывай, что ты думаешь об этом? У меня, знаешь, первая мысль прилетела. Все такие слушают эфир, думают, ну да, токсичные люди, они есть в моем окружении, да, но никто не думает о себе. Как-то, знаешь, анекдот, девушка говорит, ну, у каждой девушки есть толстая некрасивая подруга. При этом стоит с ней ее толстая некрасивая подруга, и говорит, нет у меня таких девушек в окружении. Такая тема. Да, Анюта, очень красотка. Спасибо. Ну, пишите личные сообщения в директ. Мне или Анютке. Администраторы подходят, ответят, расскажут все. Вот, Анюта, давай, жди. Ну, что я замечаю, да, что заходим в подсознание человека, ищем какие-то причины болезни, да. Находим множество негативных эмоций, которые подпитывают болезнь. Ну, болезнь. И все эти эмоции, так или иначе, они все связаны с близкими родственниками. То есть это или муж, или родители. Ну, муж, жена, родители, да, или дети. Вот, то есть очень редко, когда бывает, что причина болезни, там, какие-то даже, ну, не знаю, далекие друзья или там какой-то стресс на работе. То есть, да, бывает, что стресс на работе влияет, но, опять же, это тоже отношения. То есть там, это, знаете, процентов, наверное, 10, может быть, 20 максимум случаев, когда что-то связанное вот с такой вот, ну, как бы сказать, неличной жизнью. А в основном все причины болезни так или иначе лежат в сфере личных отношений, да, семьи. Ну, то есть все самое близкое, оказывается, что все самое близкое, оно и самое ранящее. То есть люди ранят друг друга, не замечают так же, что... То есть каждый из себя чувствует в основном жертвой этих отношений, но только, наверное, с каким-то ходом этой терапии, да, потом человек начинает только видеть, как он на самом деле ранит остальных и какой он сам по себе токсичный. Вот, то есть люди все плюс-минус живут в состоянии жертвы, обижают друг друга, но сами не признают этого. Вот такие у меня мысли. Это состояние жертвы, да, оно, в принципе, и приводит к токсичности, потому что, ну, что делает человек, который чувствует себя жертвой, обижается. Обиды, что это токсичность. Вот я сейчас наблюдаю за нашими пациентами с онкологией. Первая беседа о причинах заболеваний, чтобы вытащить человека, нужно понять причины. Там женщина, рак матки. Ну, что, обиды на мужиков были? Да, были, конечно. Понятно. А много? Ой, очень много. А, ну, рак матки, да. Рак предатков и вещников. Обиды на мужиков были? Ой, вся вообще из обиды, сотка. Вся жизнь сплошная обиды на мужиков. А, ну, понятно, рак предатков, да. Рак левых груди. Обиды на маму были? Да, я вот с мамой вообще на ножах с ней не разговаривал. Ну, понятно. Рак левых груди, да, женское начало. Рак правой груди. Что, с мужем напряженное отношение? Семья разваливается. Сын у него что-нибудь ставит? Да, да, именно так. Обиды? Ну, конечно, обиды. А, ну, понятно. Понятно. Ну, понимаешь, вот так вот. То есть уже до автоматизма. То есть уже можно, знаешь, рецепты выписывать просто. Так, рак правой груди. Помириться с мужем? Пересмотреть отношения к сыну? Рак левых груди. Пересмотреть отношения с матерью и наладить их, пределы от принятия. Может быть, сестры еще есть какие-то там, дочь. Ну, вот так вот. Рак на придатку в матке с партнером, да. Вот любовь, морковь, это вот все связано с сексом, с отношениями, с вокруг секса и так далее. Потому что он сильно привязывает людей друг к другу эмоционально. Эту эмоциональную сферу нужно проработать. Ну, то есть вот рак поджелудочной железы. Чего, на работе, да, начальство не перевариваете, постоянно зрете, если там с подчиненными, да. Ну, рак поджелудки, да, понятно. С тем жопсом, тем болел. Говорят, был злым человеком. Всех набил. Вот я тоже к нам люблю. Ну, рак поджелудочный, понятно, да. Болезет его жопсом. Синдром всего жопсом. То есть, здесь уже вообще особо задуматься даже не надо. Токсичные отношения приводят к серьезным заболеваниям. Ладно бы они приводили к серьезным заболеваниям только взрослых людей. Часто бывает такое, что трикошетят на детей. То есть, ну, вот, грубо говоря, у родителей токсичные отношения, а у ребенка рак. Как моя знакомая, которая работает в детском онкологическом центре, сказала, для того, чтобы понять, почему ребенок болит онкологией, достаточно посмотреть на родителей, их отношения. И все становится понятно. Например, мужчина у дочери серьезная онкология, стопроцентная смертность. Разговор с ним показывает, что он вообще ненавидит женщин. То есть, вообще, женщин ни во что не ставит. Его единственная дочерь, которую он обожает, смертельная онкология. Почему? Может быть, потому, что он ненавидит женщин? Вот такое, понимаешь. Запись, да, будет. Да. В итоге болезнь учит людей друг друга принимать, друг друга любить. Или вот ты знаешь, у нас есть там Настя, я-ня-ня-някер. У нее с мужем довольно токсичные отношения были. То есть, у него, ну, он ее сбивал практически. Отобрал у нее детей. То есть, очень токсичный человек. Так в итоге у него онкология четвертая стадия. И она со мной разговаривает на меня, спрашивает, ну, так, что делать-то? Говорит, что, подождать чуть-чуть? Вот все. Делать-то зачем-чего? Четвертая стадия человека, она же не лечится, если там долго не живут. Почему? Ну, потому что ты жену ни во что не ставил, сбивал. Вот. Так что тут все понятно очень. И вот, знаешь, когда перед глазами целыми днями такой калейдоскоп вот этих вот несчастных людей, которые либо жертвы, либо адресоры такие. И ты понимаешь, что и то, и другое – это обратная сторона медали. Эти жертвы, они обижаются. И обидами душат своих обидчиков, фактически. Обида – это очень большая сила. Не надо думать, что если человека обидели, и он обижается, то он при этом прав. Нет, дорогие друзья. Обиженный, как острыми стрелами, каждый день своими обидами ранит своего обидчика. Поэтому, когда великий Шамхавуни Куатама Будда убеждал всех людей не создавать кармические связи, он убеждал людей, что впоследствии дурного слова не сможет нейтрализовать даже Архат, что за все придется платить. Он знал, о чем он говорил. Это вот то же самое, как говорили древние греки. Они были наука психогиена. И утверждали, что каждая мысль действует. Великий потом говорил, следите за вашими мыслями, контролируйте их. Они могут стать как жерновом на шее, так и крыльями возносящими. Вот что такое, в принципе, психосоматика, по большому счету. Но человек это древнее. Но кто же его слушает? Ты посмотри, какие у людей отношения, он токсичный. Почему? Ну вот. Да, и значит, все считают себя правыми. Вот приезжают, бывает даже лечиться семьями. И выслушав каждого члена семьи, понимаешь, что они все на своей позиции и считают себя правыми. Все считают, что другие токсичны, а они нет. Ну то есть вот эта вот позиция своей правоты, это как раз нежелание, неспособность слышать, меняться. То есть вот будь человек-жертва, да. Ну, например, да, пассивная жертва, которую там гнобят, избивают или еще что-то. Но спрашивают, а как меняться, да? Что изменить, как можно изменить? Ну, понятно, что жертва изменить может только самого себя, в принципе. То есть свои реакции внутренние. И когда человек меняет свои внутренние отношения, свою реакцию, то в итоге он начинает делать какие-то поступки в жизни, которые раньше не делал. И в итоге его просто не будут потом гнобить, там, бить. То есть его внутреннее состояние меняется, и он уже становится, ну, не тем человеком, которого можно, которым можно так поступать. То есть вот сейчас вопросы идут, я вижу, да, и про жертву, про все. Ну, вот я сейчас отвечаю, да, что невозможно поменять тирана, если вас кто-то тиранит. Вам все равно придется самому над собой работать, потому что если вы думаете, что вы можете сбежать от тирана, но вы от себя не убежите, потому что если вы войдете в следующие отношения подобные, да, то, скорее всего, будет повторение ситуации, если урок не выучен. Поэтому в любом случае нужно самому меняться. И вот как раз мы этому и учим. То есть мы в нашем центре психосоматики здравница, мы лечим заболевания, вот именно, как бы, это основная канва, да, то, чтобы поменяться самому, поменять свое мировоззрение, тело начнет реагировать иначе на события, на жизнь, на людей, потому что вы внутри будете уже другой человек. Прошу, он бьет, а его благодарить за это. Ну, во-первых, он бьет, потому что он бьет вас. Другого бы человека он не стал бить. Давайте с этого начнем. Вот представьте, что на вашей месте другая женщина стал бы он бить. Наверное, что нет. Он же в вашем присутствии других женщин не бьет. Это для начала, да. Это называется созависимое отношение. Вот сейчас ко мне пришла сегодня пациентка, у нее есть некоторые проблемы, несерьезные. Проблемы из-за того, что муж на нее орет. Он не бьет ее. Он орет на нее так, что ее страх парализует. И она пыталась от него уйти. Он вернул ее, сказал, что больше так не будет. И опять все по-новому. То есть у людей уже шаблонное отношение, привычка такая. У нее привычка бояться, а у нее привычка орать. Вопрос. Он орет, потому что она боится, или она боится, потому что он орет? Вот люди, которые смотрят в состояние жертвы, говорят, конечно же, он орет, и она боится. Это же логично. Дорогие друзья, уже только на нее орет. Больше на других не орет. Понимаете, то есть он как алкоголик, питается этим страхом, ему нужен этот страх. Он психически здоровый человек. И он орет, чтобы вызвать этот страх, и орет на нее, потому что у нее этот страх есть. На других, у кого страха нет, он не орет. То есть надо понимать, что если бы у нее не было этого страха, то он не орал бы. И своим страхом, тем, что она с ним не борется, она практически разращает его. И эта карма плохая на двоих. Да. Здесь вся ситуация должна научить ее не бояться. Она продолжает бояться. Я ей сегодня сказал, что у меня есть лекарство или нет. Я прямо сейчас предложу ее. Очень классное лекарство. Как ты думаешь, какое я предложил? Так. Уехать. Она уже это делала, ничего не получилось. Я предложил ей электрошокер. Как только он начинает орать, встать его плотную и засунуть ему в яйца электрошокер. После того, как он будет скрючиться на полу и убежать, что очень сильно болевой шок, начинает нормально, спокойно, тоном не говорить. Собственно говоря. Я понимаю, что, скорее всего, не воспользуюсь этим советом. Знаешь почему? Потому что у них созависимые отношения. Она привыкла, что на нее. Она тоже уже без этого жить-то не может. В общем, да. Эти созависимые отношения очень непросто лечить. Потому что в домашнем бытовом насилии заинтересованы, как правило, оба. Что бы об этом люди не говорили. И вот эта токсичность, которая связана с людьми, это как определенный образ жизни. Понимаете? Например, человек подстремится домой. Потому что дома тепло. Человек привык жить тепле. Это определенный образ жизни. Это нехорошо, неплохо. Люди так привыкли. Некоторые люди живут, наоборот, в холоде. Говорят, мне нужен холод. Помнишь, у нас в Финляндии есть наша знакомая, которая говорит, 20 градусов тепла, для меня жарко, я плавлюсь. Я привыкла в 15 жить. Помнишь, да? Мы приглашали в Турцию, она категорически нет. Говорит, я там растаю. Это привычка. Так и здесь. Есть токсичное отношение быть в них. У человечества уже выработалась привычка отсюда и болезни. Когда пытаешься людей из этого вырвать, они не понимают, зачем. Когда мы приезжаем в Турцию, у нас там рай, некоторые люди прям корешты ломают. Да, это прям удивительно. Они как наркоманы, знаешь. Говорят, у вас тут так, у вас тут так, говорит, все странно, слишком спокойно, мне, говорит, прям не хватает вот этого. Адреналинчика, да, токсичности. Да. Вот в этом, люди сами привыкли. Мне очень нравится в этом смысле анекдот очень клевый. Когда дача, дачный туалет, открытый такой, знаете, так, я вот это говна вырыто. И вот живут там два червячка, папа и сын. И вдруг появилась такая большая плюха. И сынок, будучи наиболее легким, бум, переполнит туалет уже на травку. И он говорит, свежий воздух, говном не пахнет, травка. Он пополз, яблочко погрыз его. Как же там отец? Пополз опять в яму плюх, нашел отца, говорит, папа, папа, там голубое небо, свежий воздух, там яблочко. Давай туда. Почему мы не там? Почему мы в этой яме живем, папа? Папа говорит, есть такое слово, родина, сынок. Ну, вот это вот, родина, сынок, оно, конечно, очень впечатляет. Люди привыкли к этим токсичным отношениям, к этой своей родине. И потом удивляются, что у них болезни. Вот сейчас у нас есть пациентка, у нее склеродермия. Я спрашиваю ее, ну, а как вы вообще общаетесь с семьей? Я очень строго. Я постоянно злюсь, и на всех ору. У меня склеродермия, вылечите меня. И у меня следующий вопрос, как ты догадываешься, а можете у нее орать? Можете не злиться? Он говорит, да нет, я самая строго, я обязан это делать. Ага. И вспоминал Гиппократа, который говорил, человек, если ты хочешь сцениться, готов ли ты отказаться от всего, что сделало тебя больным? Вот у людей не с рост. Я злюсь, я ору, я постоянно обижаюсь, вылечите меня быстренько, пожалуйста, гоня склеродермия. У меня тут рубцы везде по всему телу, я хочу от них избавиться. Когда пытаешься человеку сказать, что каждый момент ее злобы, это новый рубец на ее теле, она, да нет, доктор, вы что? Как вы можете такое говорить? Понимаешь? Ну так вот. Да, вот тут все спрашивают, а как же, а как же не созависеть, и что вообще с ним делать? Расскажи людям, что с этим делать. Ну вот как ты говоришь, да, что есть привычка, есть определенная зона комфорта, то есть человек, он же вышел из своей семьи, где было принято определенным образом реагировать, там, орать, драться, или затаивать обиды. То есть вот человек выходит в жизнь из этой среды и создает вокруг себя, ну вот, да, во взрослом возрасте создает вокруг себя подобное, так или иначе, копируя модель поведения. Среды социума, которые рядом. Плюс-минус там ничего не меняется. Ну, плюс-минус. И вот пока человек не поменяет среду осознанно, пока он не начнет стремиться какое-то вообще к другому обществу, к другой жизни, и стремиться опять же осознанно для того, чтобы действительно перенимать новую модель поведения, то вряд ли получится избавиться от чего-либо. То есть если, например, хочется избавиться от обидчивости, нужно начать дружить и общаться с теми людьми, которые не обижаются. Плюс-минус. У людей уже часть их культуры заключается в том, чтобы, ну, в принципе, обижаться. Как это ты взяла и не обиделась? Ты что, дурь, что ли? А как он вообще поймёт, что ты вообще живая? Если ты не обиделась, губки вот так вот не сделала, может, что, не отвернулась и сказала, а всё же, а всё, а поздно, и раньше надо было. Как так? Да. Как мне, знаешь, иногда пишут, там наши новые сотрудники или ещё там кто-то. А ты не обиделась? Ты не обидишься, если я что-то там сделаю? А ты не обидишься, если я без тебя поеду? А ты там не обидишься, если я там, тебе не достанется куска торта? Знаешь, я такая, вы о чём вообще? Как будто, знаешь, из прошлой жизни какие-то налетают отголоски. Да. И вот опять же, да, у нас, например, в нашей среде не принято там, не то, что руки поднимать друг на друга, даже думать плохо друг о друге не принято. То есть, именно даже мысли плохие друг о друге думать не принято, потому что у нас вот настолько, не знаю, добрая, спокойная, сердечная, добрая атмосфера, что когда человек плохо что-то думает, это видно по его морде, чувствуется даже как какие-то стрелы. У нас все эмпатерты. Мы же постоянно занимаемся психосинтезом, лечением, а это всё погружение вот этот невидимый мир эмпатии, мир подсознания. И там всё очень чётенько. И все чувствуем друг друга. Ты уже спиной к человеку стоишь и чувствуешь, что у него интонация молчания меняется. Да. Меняется интонация молчания. Думайтесь, люди. Насколько чуткость. Поэтому что-то подумали и так сразу. Чё? Чё там думаешь? Охренело, что ли? Нормально. Да, то есть человек проходит мимо меня, вот там сегодня, например, наш сотрудник там Эрнест проходит мимо меня с какой-то сумкой просто бегом. Я уже его считала, уже почувствовала в каком состоянии, что у него там уже какая-то тревожность и он весь как, знаешь, как перетруженный и надо ему уже отдохнуть. Это я всё считываю за, не знаю, две секунды. И так у нас весь коллектив такой. Все друг друга чувствуем. Это точно. Причём интересно, что так мы друг друга чувствуем, то мы имеем чёткое понимание, что является токсичными отношениями, что нетоксичными. И все токсичные просто обрубаем. То есть у нас табу на токсичность. Но здесь правило такое. Если какой-то человек токсичен, неважно по какой причине он сейчас вот здесь разоряется, он просто не прав. Ну, то есть по определению не прав тот, тот токсичен. Это правило у нас уже достаточно давно, уже больше 10 лет. И люди приходят такие, офигевают, как так. Да, вот. Я же весь такой правый, да, мы говорим, ну, ты по сути прав, но по содержанию не прав. Наоборот, по содержанию прав, по сути вообще ты не прав. Да, по сути не прав. Ты чё пылишь? Да, можно то же самое, но спокойно. А можно то же самое, но без претензий. А можно доброжелательно, а можно без раздражения. А можно говорить не потому, объяснять, что тебе не нравится, не потому, что тебя обидели, или там тебе кажется, что тебя обидели, не потому, что тебя раздражает то, что здесь происходит, тебе не нравится, а потому, что ты доброжелательно хочешь что-то усовершенствовать, сделать, чтобы всё было лучше. Ты можешь изменить свой такой вектор. Ну да, для себя. Да, то есть менять это не для себя, потому, что тебе так удобнее, А меня это потому, что это сделать лучше всем. Можешь вот с этой позиции. Бам. Ну вот реально. И как-то у людей такой взрыв шаблонов. А что так можно было, оказывается? Вот. И так, ну, все вместе. Я вам больше скажу. К нам приезжают часто по проекту «Особые дети». Родители с детьми с задержкой развития и так далее. И мы просто видим, что родители очень токсичны. А дети очень чуткие. Эта токсичность родителей завевает детям нервные центры. Поэтому аутизм, задержки развития, ДЦП. Просто погружаем людей на месяц в свою среду. Где просто отучаем их от токсичности. Они отучаются раздражаться, обижаться, злиться. Они отучаются видеть в ребенке абузу. Они научаются видеть в ребенка сердце, любить это сердце. И дети расцветают стремительно. Почему? Потому что дети продолжение своих родителей. То есть выясняется страшное, что проблема родителей отражается в детях в виде аутизма и задержки развития. Убираем раздражитель, убираем токсичность у родителей. Просто убираем, убираем. Ну, обучаем, как быть нетоксичным за месяц. Это реально. И все, дети уже меняются. То есть выясняется, что проблема, причина болезни – это родители с их токсичностью. И вообще, помнишь, есть такая песня у Москова? Я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Светел чист, бесконечно прекрасен. На троне высоком царица любовь. Она меньше, я не согласен. И вот если представить себе вот этот вот будущий мир, где царица любовь на троне высокая, мир бесконечно прекрасен, светел, нет токсичности, то мы увидим, что там нет людей, которые раздражаются, злятся, обижаются, бьют, хейтят друг друга. Реально подставки это делают. Просто таких людей нет. То есть есть люди, которые доброжелательно стараются помочь друг другу, быть счастливее. Как хорошо, красиво сказала Элена Рерих. Я из брата своего хранитель. Я досматриваю доспехса брата своего. Такие отношения должны быть между людьми. Мы все сотканы из звездной пыли. Ведь все таблицы Менделеева, это все произошло внутри звезд. И смотри друг на друга, как на производных звезд. Види друг друга звездный свет. Это нужно учиться, это нужно тренироваться. Знаете, как учат в музыкальном школе, в музыкальном училище, учат слышать музыку. Потому что люди не слышат. Художников учат видеть красоту, видеть краски, видеть палитры. Обычного человека нет такого видения. Как в единоборствах ты учишься видеть движения противника и понимать, какие будут следующие. Этому нужно учиться. Так и здесь. Нетоксичности тоже так же нужно учиться, как выясняется. У меня моя дочь Соня сейчас учится в Санкт-Петербурге, в Смольмон. Которые нестут благородных девиц. Сейчас это государственный университет Санкт-Петербурга. Здание, где они учатся, это Смольмон. Нестут благородных девиц. Почему их учили? Быть благородными девицами. Слово благородство, это первое благородство в душе. А потом уже манеры, чтобы об этом люди не думали. Когда я еще не родился, у моей мамы была жива моя прабабушка. Это, получается, бабушка моего отца. Она ее звали Александра Александровна. Она вообще родилась в конце 19 века и была графиней. Она жила в Санкт-Петербурге. Ураевский был большой, огромный дом, где большая, огромная была зала бальная. И там собирался весь всех Санкт-Петербурга. И самые интересные люди были там. Царь в своем зимний дважды тоже устраивал зимние вечерами баллы. Но ураевский были более интересная публика. И царь часто приходил к Раевскому для того, чтобы с народом пообщаться с интересным. И моя прабабушка рассказывала моей маме, как на балу танцевала с Николаем Вторым. Вот такой эпизод в жизни моей прабабушки. Так вот, она рассказывала моей маме, как правильно быть благородной девицей. Я научилась в институте. Правильно ухаживать за мужем. Какие нужны отношения выстраивать с мужем. И все это всегда было на основе искреннего уважения. Не задавленного вот этой вот обиды какой-то. Не задавленные, загнанные внутрь или незагнанные внутрь ярости, ненависти там. А именно благородное уважение к своему супругу, потому что он достоин уважения для ночевата. Во-вторых, доброжелательный дом нужно разговаривать шепотом. Почему? Потому что только прислуга орет и кричит. Базарные девки. А благородные люди дома разговаривают шепотом. По утрам именно обязанность жены сделать мужу благо-моготь и почистить сапоги. Почему? Это ее дань уважения своему супругу. Она должна делать без раздражения, а с радостью и желанием. Это основа добрых отношений. Что-то делать друг к другу. Какие-то должны быть такие ритуалы. Такие семейные. Что она ему делает, что он ей делает в обязательном порядке. Это основа крепких отношений между благородными людьми. Но основа благородства – это дома разговаривать шепотом и искренне друг друга уважать. Откуда это пошло? Она объяснила. Этому Россию научил Наполеон. У Наполеона дома все разговаривали шепотом. Он был кумиром. До войны. Двенадцатого года. Это понятно, да? Он был кумиром всей русской общественности. Все русские дворяне разговаривали и думали на французском языке. Пушкин дома разговаривал и думал на французском языке. А на русском он только стихи и писал. Потому что это был коммерческий проект. Он сто деньги зарабатывал. А думал он по-французски. Почему? Потому что Наполеон всех этому научил. Культура домашних отношений. В то время как в Британии мужья обязаны были по закону по воскресеньям бить своих жен. Во Франции мужья обязаны были покупать своим женам красивое белье. И русские принимали это у французов. Понимаешь, да? Это интересно. Это все моя прабабушка рассказывала о моей маме. Очень интересно. И ты видишь, как у меня мои отношения с женщинами. Вообще с своим окружением, с сотрудницами. Но вообще со всеми, с детьми, с тобой, в первую очередь. Отношения основаны на улыбке. В внутренней доброжелательности. Сразу первый посыл доброжелательный. Ты сразу предполагаешь хорошее. Это благородство. Это та самая голубая коробка. Ты предполагаешь хорошее. Изначально. Может быть, потом по-другому повернется. Но если ты не предполагаешь хорошее, то ты уже неблагороден. Это такой важный момент. Это как раз, знаешь, когда говорят, культур-мультур, проблема. Вот это первое. Действительно такое благородное отношение к другу. Но если его культивировать в себе, мне кажется, не знаю, просто будет счастье какое-то. Но надо перенимать. То есть, это все откуда-то берется. Это не так, что вот взял, книжку прочитал. И такой думаешь, вот сейчас я буду весь такой благородный. Ну, мне это как-то впиталось, видишь. С самого начала, с самого детства. Я еще когда в садике был, я как раз-таки выступал как гарант таких отношений. У нас был случай прикольный. Мальчишки обижали девчонок. А я в садике, в детском саду защищал девчонок. Я прекрасно это помню. Я память хорошая. И был момент, у меня были шорты с ремнем. И тут мальчишек сразу несколько говорили. Бар такая, решила обидеть девчонок всех. Прям решили они. Я сказал, что я этого не позволю. Они говорят, что ты сделаешь. Тогда я быстро достал ремень и стал просто мальчишек бить ремнем. А шорты у меня были великоваты при этом. И они стали падать. И сзади стояли девчонки, и меня шорты держали, пока я мальчишек бил. Таким образом, я содержал гармонию нашу. В детсадовскую группу. Да, то есть я девчонок защищал, бил ремнем, а девчонки у меня шорты держали сзади. И как-то вот это вот... То есть дома должен быть именно такое благородное уважение, искреннее. То есть основанное не потому, что, знаешь, как американцы. Там эти вот улыбки, а за глаза друг от друга плохое думают. На самом деле, именно истинное благородство – это когда плохого при этом не думают. Одно время я жил в Африке. Ну, ты помнишь ту ситуацию в Бенине. Еще до Кот-Дива мы с тобой вдвоем жили. И там я познакомился с одним мужиком, турком, бизнесменом. Он там свои бизнесовые дела. Мы жили вместе в гостинице. И мы с ним общались на тему русских, американцев. И он выразил такую интересную мысль. Он говорит, американцы, в принципе, это наследники бандитов. То есть люди ехали на Дикий Запад захватывать, убивали всех, вырезали. И, в принципе, эта вот культура… Они сейчас и по всему миру также американцы. Везде, где приходят, в большом счете, бандитствуют. А русские всегда были благородными. Даже я с тобой разговариваю, я чувствую благородство в твоих словах, в твоих мыслях. То есть я чувствую, что что-то за этим стоит такое тысячелетнее. Что такое американская нация? Это люди, которые просто удачные бандиты, которых не уничтожили. Которые так расплодились, стали сильными. А то, что за тобой стоит, это особое благородство, которое чувствуется напитано тысячелетиями благородства. Такое мысль сказал интересную. И я просто понимаю, что действительно нужно, чтобы люди к этому тянулись. У древних греков, например, они создавали музеоны. Что такое музеон? Это было место красоты. Там была красивая музыка, красивая скульптура. Поэты читали свои стихи. То есть это был не музей, выставка, там, с запыленными стеклами что-то. А это было место живой красоты. И что делали? Греки, они посылали туда своих беременных женщин, чтобы те напитывались красотою. Чтобы рождали прекрасное потомство. Это мы их называем греки. Они себя называют, не греки, называют себя эллины. И в письмах Махатмы мы знаем, что древние греки были потомками атлантов. Это были очень высокие, очень красивые люди. С очень достойными правилами. С высокой философией. Которые в свое время заполонили собой практически весь мир. И даже во времена Иисуса Христа древнегреческий язык, друзья мои, главенствовал. И первые Евангелия в Библии были написаны на древнегреческом. Почему? Потому что язык Эллады был потрясающе красив. А кроме того, эллины все с собой заполонили. Они были как ботники для местных племен. И все их почитали. И плюс-минус все за ними шли. И когда Александр Македонский докатился до Индии, собственно говоря, да, и всех завоевал по дороге. При том, что индусы тоже воевать умели, не слабо. Но тем не менее, он всех завоевал. Может быть, развернулся, потому что мы там пророчество сказали. И вообще он устал. Жбойск его устал. Так он мог бы завоевать вообще весь мир. Почему? Потому что у него была крепкая и небольшая, очень классная армия эллинов, потомках атлантов. Это были невероятно красивые люди. И душой, и телом, со своими правилами, множеством правил. И даже сейчас. Вот я одно время был на Кипре, там месяц жил. Видите, рассказывал. Когда отмечался с эллинами, с местными. Они считают себя людьми первого сорта. Они до сих пор горделивы. Достаточно высокомерные. Потому что они считают, что эллины – это прямые потомки богов. В то время, как все остальные люди. Ну, так себе. То есть, по древней греческой мифологии, именно среди эллинов боги выбирали себе женщин, и те рождали им полубогов. И эти полубоги являются основоположниками вообще всего. Тот же самый Геракл, полубог по легендам, как бы именно от него пошла дальнейшая греческая культура, потому что у него было множество любовниц, говорят, тысячи. И от всех были дети. И все эти дети являются основоположниками нынешнего греческого государства. Ну, они так говорят. Понятное дело. Привозносится до полубогов. Но благородство именно было основой всего. Откуда оно шло? Потому что философы, как Перикол со Спазией, как Сократ, Платона, Сагор, Пифагор и многие другие, учили всех благородным мыслям, благородным поступкам. Потому что везде были понатыканы бузеоны, потому что были величайшие фрезианские мистерии, когда статуи оживали, и боги ходили в виде статуи между людей, разговаривали с ними. То есть вся культура напитывалась красотой. И вот этой красоты, этого благородства сейчас очень не хватает. К большому счету, кто победил в революции? Люмпины. Да, а что сделали с благородными? Повесили на всех столбах. И в итоге, что мы видим? Мы все, потомки этой революции, потомки Второй мировой войны, где люди, по большому счету, кроме токсичных отношений, других-то и не знали. Вот в чем дело. Когда сейчас я говорю людям, давайте будем разговаривать тихо друг с другом, давайте улыбчиво, давайте сразу будем предполагать хорошее. Давайте мы все-таки будем стараться видеть друг друга лучше. Это по эффекту гумиона включать. Давайте как-то вот... Мы не будем клеить фальшивые улыбки разбойников, давайте мы будем искренне улыбаться, предполагая, что мы боги сотканы в звездные пыли. Я напоминаю людям о этой величественной древней культуре Италлады, когда люди именно так и думали, были убеждены в этом. Я напоминаю о расцвете этой культуры времена Наполеона, когда и французские дворяне, и затем после этого русские дворяне перенимали этот стиль видеть друг другу лучше. Этот дух немножечко сохранился еще в Санкт-Петербурге. Дух вот этого вот удивительного французского благородства, которое облагородило собой русских бояр, можно так сказать. Мы сейчас были в Питере, там была смешная ситуация. Какой-то молодой человек выбегает на улицу, буквально лет 16-18, и, знаешь, такой в руки распахнул и говорит «Господа, я нашел здесь есть банкомат!» Такое... Такое... Что-то такое вот... Почему люди любят Питер? Ведь, ну, там солнца практически не бывает, холодно, промозгло, там все простужены, все болеют постоянно. Такой депрессивный достаточно город, и нельзя сказать, что прям там высокий уровень зарплат. Квартиры такие же дорогие, как в Москве, а зарплаты пониже. Но при этом все равно все рвутся туда. Почему культурная столица? Почему культурная? Потому что в свое время все-таки был столицей Российской империи, где люди были благородны все-таки. И в Питере наследники тех людей еще в больших количествах остались, и самый дух этого благородства все еще витает в воздухе. Слава Богу! Вот. Кстати, в руке заработал хронический дозелит, Надюша пишет. Да. Так вот, дорогие друзья, я призываю вас к благородству в отношениях. Токсичность делает вас больными, благородство оздоравливает вас. Я вам приведу последний пример. У меня сейчас пациентка, Людмила Дмитриева, она 8 лет уже борется с раком. Рак груди, потом метастазы в печени, брюшину, позвоночник, головной мозг. Она уже выздоравливает. Сегодня они с Василием Ротовым полдня гуляли по лесу, собирали грибы. Она уже несколько дней не принимает капельницы, не берет обезболивающих. Розовую румянец у нее и очень хороший аппетит, она практически здорова. Мне удалось вылечить ее от всего этого набора, когда он уже лежал и умирал. Буквально, в прямом смысле слова, меньше, чем за два месяца, где-то за шесть недель, за семь недель. Почему? Друзья мои, она житель Санкт-Петербурга, она учительница в школе, просто благоволитный человек, который у всех видит доброту и пишет стихи. Она изначально видит доброту. Вдумайтесь. Человек был вот уже на смертном адре. То есть метастазы в костях, в мозгу, в печени, в решении, ну то есть вообще смерть. Все, она почти здорова. За семь недель. Почему? Потому что этот человек несет в себе истоки благородства. Потому что надо было просто подтолкнуть ее организм к выздоровлению, а ее красивая душа сделала все остальное. Вот я вот об этом вам говорю, пытаюсь объяснить. Почему она заболела? Потому что, к сожалению, в Санкт-Петербурге, кроме благородных людей, есть еще и люмпины, которые во время революции срали в вазы, резали картины, отбивали на сыр, скульптур. У нее было в жизни достаточно много трэша связывалось с такими людьми. И изнасилование, и избиение. И муж, который ее избивал, и так далее. И вот эта вот, скажем так, агрессия психически нездоровых, неполноценных психических людей привела к тому, что рак правой груди. То есть, именно как сомнение вообще в опоре на мужское начало и внутри семьи, и вовне вообще, в принципе. То есть, правая часть тела отвечает за мужское, правая грудь отвечает за взаимодействие с мужчинами, с мужем, братом, с отцом, с сыном, и вообще, в принципе, с тем, кто мог бы претендовать на какое-то ближайшее окружение. Кому доверяешь, и который, вместо того, чтобы ответить благородством, в итоге совершает насилие достаточно жестокое, от этого пошла рак правой груди, а так как подсознание всегда засело, то потом это сразу повсюду. Мы очень быстро выковырили это из ее подсознания, и просто благородная душа взяла и очистила тело от рака, потому что она не токсична, понимаете. Это очень важно момент. Поэтому давайте будем стремиться к благоросту, давайте будем стремиться помнить, что мы сотканы в звездной пыли, что боги смотрят на нас, и они хотели бы увидеть нас изначально доброжелательными, без фальши. Пожалуйста. Анюта, как ты думаешь, у меня получается так жить? Да. Наверное, поэтому за это ты меня любишь, наверное. Конечно. Ну, не только за это, за все. Да, получается, конечно. Ну вот, как-то так. Все, дорогие друзья, всем спасибо за прямой эфир. У меня прямо что-то такая благость раздевалась. Так хорошо стало. Да. Чего, приеду в Суво, тоже буду в Турции. Приезжайте в гости все. Вот. Круто. Все. Всем пока-пока. А я напоминаю, что мы онкологию лечим на конвейере. И у нас вообще есть курс исцеления. Еще Анютке свой авторский курс, где она старается делать людей таким же благородными, как я, она и как я. Так что давайте, приезжайте к нам. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok